Всем привет! Небольшой обзор очередного обновления. Начнем с расширенных настроек трассировки колес. Теперь вы можете настраивать канал коллизий. Возможность настройки данного параметра очень важна. Например, в ситуации, когда на сцене есть объекты, через которые колеса автомобиля должны проходить без столкновения. Например, трава, вода и другие. Данный параметр находится в компоненте Car Movement категория Traces и называется Collision Channel of Wheel Traces. В данный момент выбран канал Wheel Traces, который я создал заранее. Давайте переключим параметр World Static и посмотрим, что произойдет. Логично, теперь колеса блокируются и зеленым, и красным боксом. Чтобы создать новый канал коллизий, идем в Edit Projects Collision. Здесь мы можем создавать и удалять новые каналы коллизий. Теперь в настройках компонента автомобиля вы можете выбрать только что созданный канал. И, конечно, не забываем про настройку коллизии самих объектов. Выбираем Collision Preset Custom и нам открывается меню, в котором мы можем настроить реакцию данного актора на конкретный канал коллизии. Для зеленого блока я поставил значение Ignore для Wheel Traces канала. Поменяю значение в блок и посмотрим, что произойдет. Ожидаемо. Теперь зеленый блок также стал реагировать на трассировку колес. Стало возможным выбирать значение параметра Draw Debug Type для визуализации процесса трассировки. Мелочь, а приятно. Добавлена возможность выбирать метод трассировки. Вы можете выбрать на свой вкус для каждой оси в отдельности трассировку либо лучом, либо сферой. За размер сферы отвечает параметр Trace Sphere Radius. Следующий пункт. Сила трения покрышек теперь зависит от коэффициента трения физического материала. Я создал несколько самых популярных физических материалов, чтобы протестировать, как меняется поведение автомобиля в зависимости от поверхности, по которой он едет. Продолжение следует... Также хочу обратить ваше внимание на то, что характер звуков скольжения шин, а также система частиц колес, теперь также зависит от физической поверхности. Более подробно об этом я расскажу в отдельном видео. Далее, для поклонников реализма добавлена функция Shift Gear By Index. С помощью нее можно включить желаемую передачу, минуя все, находящиеся в промежутке между желаемой и текущей передачей. Как если бы у автомобиля была не секвентальная, а стандартная механическая коробка передач с H-шифтером. И также вторая функция для поклонников реализма Set Clutch Lock, на случай, если вы хотите полностью контролировать работу сцепления. Чтобы данный режим стал активный, уберите флаг с параметра Auto Clutch Lock. Также для удобства создания различных автомобилей я создал базовый класс BP Car Move Base. От этого класса я наследую новые блюквинты и уже настраиваю дочерний класс под конкретный автомобиль. И напоследок самое вкусное. Добавлены 4 новых автомобиля. Peugeot 206 VRC 99 года, Porsche 911 GT2 в 927 кузове, Chevrolet C5R 99 года и Dodge Challenger RT 440 Magnum 70 года. У каждого автомобиля настроен звук двигателя и свои индивидуальные характеристики и поведение. Надеюсь, они вам понравятся. Спасибо за внимание и следите за обновлением. До скорого! ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok